Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем наш сегодняшний вебинар. Пожалуйста, дайте мне обратную связь, как мне слышно. Отлично. Ну, я надеюсь, и видно меня. По крайней мере, я себя сам вижу. Отлично. Спасибо. Спасибо, друзья. Значит, я должен вас сразу предупредить, что сегодня у нас будет усеченный вебинар. Я сам нахожусь сейчас в гостинице в Петербурге, в Санкт-Петербурге. Вот, и у меня еще впереди переговоры вечерние. Поэтому где-то мы должны уложиться сегодня в формат получаса, может быть, чуть больше получаса. И, к тому же, сегодня помощник и ассистент Алексей Яков, он сам тоже отвлечен, его нету в зоне досягаемости. Он подготовил достаточно интересную часть по технике, которая нам никогда не помешает, а наоборот. Вот, разобрался там в интересных вопросах сварки и выстраивания самой трассы. Это на тот случай, когда очень важно знать, плохой звук? Так, звук плохой. Вы себя посмотрите, Таисия. Фонит. Так, а что делать, значит? Давайте я сейчас попробую усилить, уменьшить. Так, чуть-чуть уменьшу. Как мне сейчас слышно? Тройка, да? Аккуратно. Ну, слышно, не условно. Лучше. Окей. Давайте мне знать, я буду одним левым глазом смотреть, что тут происходит. Сейчас я посмотрю, что здесь у меня еще. У меня к тому же еще и новый компьютер. Так, я попробую здесь немножко уменьшить. Как вы сейчас меня слышите? Уже лучше, наверное, да? Отлично. Таким образом, очень важно, как мы уже и говорили с вами, дорогие друзья, что очень важно нам знать, о чем мы говорим. И, скажем так, вопросы могут быть абсолютно разные. Это с одной стороны. С другой стороны, неважно, у каждого должно сложиться какое-то свое представление о том, что такое струнный рельс, что это такое. Ведь мы же фактически несем эту информацию людям. И об этом мы тоже сегодня с вами будем говорить. И я бы сегодня остановился, в принципе, на таких, ну, как бы вам сказать. Закончился шестой этап. Кстати, поздравляю вас, дорогие друзья. Мы перешли к седьмому этапу. Могу вас уверить, что идут достаточно... Ведь виртуальный мир и реальный мир, они находятся один в другом. И та энергия, с которой мы работаем, она очень мощно влияет на все остальное. И, скажем так, зашевелились очень серьезные инвесторы. Я не пугаю. Я просто вам говорю, что ситуация такова, что нас становится все больше, кто верит в проект Skyway. Конечно, мы, кто являемся сейчас, скажем, волонтерами инвестиционного процесса, мы для себя очень, как бы, основательно выяснили и уяснили этот проект. Хочу вас предупредить, что сегодня еще будет разговор и о том, что иногда люди строят себе иллюзии и думают, что сейчас они что-то урежут, завтра будут жить лучше. Во что это вырастает? Это вырастает то, что человек сегодня оторвал от себя. Ладно, от себя оторвал. Перебьется, перетерпится. А если оторвал от семьи... И... ...проект и именно делать это за счет распространения информации. И вот об этом мы сегодня хотели бы я с вами поговорить. Хотя, казалось бы, надо говорить, и мы собирались, и собирались, и собираемся с вами для того, чтобы выяснить, что такое адресные проекты. Но адресные проекты, они реальные только лишь после того, когда собирается и функционирует, действует, ну, скажем так, очень большое количество. Очень большое количество, то есть масса, даже можно сказать, тотальная масса. 64 государства. В каждом государстве определенное количество людей. Еще два раза по 64 государства, понимаете, да? И очень большое количество людей. Я вчера был в Хельсинки. Сегодня у меня заканчивается здесь с вами вебинар. Будет встреча небольшая в гостинице. И после этого я буду вести скайп, ну, скажем так, скайп-встречу. Где-то порядка 10 человек собираются в Турку. Я буду опять из гостиницы с ними беседовать, рассказывать им про проект. То есть, аджи приходят. Говорить им по-фински. И поэтому очень чувствуется, так называемый, очень мощный интерес. То, что я закончил беседу сейчас с представителями инвестиционного, как бы, ну, что ли, сообщества. Два человека. Они вся... ...такой ерундой занимаются. Строительство останавливается. То есть, очень многие объекты замораживаются, потому что были, как бы, гиперкополучные. ...кучаю и передаю вам эту энергию того, что прерывается звук, да. Это поле у меня здесь какое, друзья. Не слышно. Давайте-ка я, наверное, свой... ...как сейчас будет... ...сейчас будет... ...сейчас будет... ...постом. ...гибель-л군. ...по-багет. долларов. ...постом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот ладно. Там кто-то сказал, что мы будем вас представлять. Представлять-то не можно, а вот звук очень трудно представлять. Но я надеюсь, что мы до этого когда-нибудь доживемся. Вы как где-то в трубе. Ну вот, видите, что же с этой трубой делать? Так, сейчас мы посмотрим. Продолжение следует... А сейчас как? Давайте посмотрим, еще раз приближаем. А сейчас слышно? Окей, ладно. Давайте я поставлю... У нас немножко времени есть. Я постараюсь все-таки пройтись и рассказать вам, что я хотел рассказать. Марина Беляева. Хорошо. Все нормально. Отлично. Спасибо, друзья, за поддержку и помощь. Все. Ну, семерочка это уже такая, знаете, среднеевропейско-российская, то есть евразийская оценка. Таким образом, идем дальше. Смотрите. Еще раз о седьмом этапе. Значит, я хочу до вас, дорогие друзья, донести такую, значит, как бы вещь, что мы достаточно успешно закончили шестой этап. И, надеюсь, еще более успешно пройдем седьмой этап. Что это для нас значит? С одной стороны, казалось бы, это как в жизни. Проходит год, а уходит молодость. Но приходит зрелость и мудрость. И вот точно так у нас и в этом проекте, понимаете. Ведь мы, с одной стороны, как бы сориентированы на то, чтобы как можно дешевле купить акции. Но, вы смотрите, зато постоянно капитализируются те акции или то, что стоит за теми акциями, которые мы уже получили на свои инвестиции. И поэтому это должно греть и радовать нас. И поэтому я с этим вас поздравляю. И седьмой этап, он не выдуман, он не искусственно. Кто-то там просто сидел, сидел. А давайте вот 8 числа, последний день, с 9 включим седьмой этап. Нет. Это все реальные процессы. И это говорит о том, что мы шаг за шагом продвигаемся вперед, продвигаемся к цели. Теперь, каковы у стратегические особенности, вот какие считает капитал, сама компания капитал и инвесторы. Причем инвесторы есть и А, вы видите сейчас экран, да? Есть инвесторы А, это, скажем, А, самые главные, это мы, которые инвестируем там, условно говоря, 25 до 5000, а 25 долларов до 5000 долларов, да? И инвесторы Б, которые от 100 тысяч до миллионов долларов инвестируют, есть такие. Вот. Поэтому две группы инвесторов. Для капитал это устойчивость инвестиционного потока. Это очень важно. Вы же понимаете, что если инвестиционный поток неустойчивый, то есть чуть-чуть пришло, не пришло, приходит. То есть процесс спланирован, строительство, и он все больше и больше, мы с вами уже рассматривали, требует более стабильных. Постоянные инвестиции. Надежность и гибкость обеспечения. Что такое обеспечение? Вы же, мы сейчас с вами хлебнули в течение, скажем, сначала, перед первым июня. Вы помните, да? Сервер вообще раскалился, чуть не взорвался, слава богу, не взорвался. Теперь вроде бы сделали определенные работы, и все равно не хватает мощности. Это говорит о чем? У меня еще нет надежности, да, полной и достаточной. Нету гибкости обеспечения. Мы часто обращаемся, я сам тоже инвестор. Да, мне не хватает времени, но у меня уже те люди, которые за мной встали, которым я по необходимости все-таки рассказываю, и они становятся инвесторами. Они же, я перед ними в ответстве, ответственен перед ними. Поэтому даже я, обращаясь, как бы пробиваясь по каналам, ну, чувствовал, что очень все непросто. И это вся наша команда так работала. И так с уровня на уровень, на котором капитал работает. Но чувствуется командная работа, и это тоже есть обеспечение, но оно должно быть гибким, и мы над этим работаем. И я думаю так, что это наша общая работа. Это наша оперативность работы с обеспечивающими различными техподдержками и так далее. Поэтому давайте обратную связь, давайте обратную связь по своим структурам, давайте обратную связь, где только можете, и мы будем это все делать, приводить в порядок. Ибо у нас впереди большая работа. Это не значит, что мы, скажем, что инвесторы А в какой-то момент не нужны будут. Мы все время нужны будем. Потому что очень большим, вот сегодня, вот конкретный случай. Мне, у меня спрашивают, как инвестируют, значит, малые инвесторы, я говорю, достаточно стабильно идет поток, у нас есть пакеты и так далее. Они говорят, это интересно, это говорит о том, что мы, большие инвесторы, входя, знаем, что существует очень немаленькая масса инвесторов. Они уже поверили, они уже идут в этом потоке, и это для нас тоже является гарантией. Мне очень четко в глаза об этом сказали. Оптимизация расходной части. Работаем, это капитал очень четко за этим следит. Это поставлена задача Анатолия Градовича Мюницкина, и это свято. Потому что это полностью, это стратегическая, как бы вообще принцип стратегический, принцип SkyWay. Те, кто внимательно присматривается, прямо прошу вас это поставить во главу угла. Оптимизация расходной части всего. Начиная от проектирования, начиная, проходя вот это то, что идет от КБ, от струнных технологий, это же соблюдается и капитал. Дальше. Увеличение объема инвестиций. Да? Казалось бы, я начал мысль, когда звук пропал. Заикается, пропадает звук. Эх, что же делать, друзья? Значит, давайте-ка мы сделаем... Подайте сейчас мне, пожалуйста, сигнал. Меня слышно или нет? Алло, алло. Слышно как-то, да? Я попробую говорить не быстро, может быть, она не слышала. Инвестируем и... Казалось бы, что уменьшается... Все это получается. Продолжение следует... 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 Прошу прощения... Продолжение следует... 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 Так, все. Таким образом, смотри, увеличение объема инвестиций. Теперь дальше инвестор. Что я хотел до вас довести сегодня, друзья? Мы с вами, прежде чем займемся адресными проектами, это очень непросто. Так, скажем так, сейчас мы несколько проектов ведем, и я понимаю, что ума зачастую не хватает, хотя есть информация, все, чтобы правильно срослись возможности, потому что целый ряд решений, целый ряд схем, они нетрадиционные в хорошем смысле этого слова. Уже боеда, Владимир. Ну, плавает. Ничего не поделаешь. Это такое сейчас просто здесь интернет, я ничего не могу, друзья, сделать. Вот. Теперь скажу только следующее. Разумность инвестора. Что для инвестора очень важно? Разумность. Что я под разумностью понимаю? Под разумностью, я уже сегодня говорю, это то, чтобы каждый очень четко понимал, сколько и как он разумно может инвестировать. Но мы, к сожалению, всегда в первую очередь смотрим и надеемся на себя. Смотрим свой кошелек, в своей семье бюджет и пытаемся оттуда брать. Но, дорогие друзья, есть более сильный бюджет. Это бюджет нашего сообщества. То есть это то, когда вы коперируетесь, это когда вы передаете информацию. И это не значит, я уже говорил вам примеры, как это хорошо работает, когда человек инвестирует и начинает дальше передавать информацию. Этим усиливается эта информация, и человек получает обратную связь. И вопрос в том, что разумность, она ведет за собой за руку стабильность. Как только разумно начинаешь действовать, у тебя появляется стабильный доход. Уже доход к тому, что ты проинвестировал, Иванову Петрову и Марию Петровну тоже как бы привел, или они сами пришли, они поняли. Ты передал им информацию, они стали тоже инвесторами, и это дает возможность тебе стать более стабильным. Потому что у тебя появляется определенный поток дохода и поддержки. Скажем так, это даже не доход, это поддержка. Но растет твой потенциал у этого человека. Фокус на благополучие. И как только человек, некоторые, скажем пока некоторые, говорят так, что вот я, значит, ориентирован на то, как больше получить денег. Нет, дорогие друзья, поверьте мне правильно. Как только человек начинает на деньги ориентироваться, появляются разные сбои. Это значит, что фокус съезжает в другую сторону. Как только человек ориентируется на благополучие свое личное, на благополучие другому человеку, идешь от него, и не потому ты ему даешь информацию, что ты хочешь, чтобы он проинвестировал, а потому, что ты хочешь, чтобы благополучие было у этого человека, у его близких. Благополучие было у людей, которые нас окружают, и через это благополучие получаешь сам благополучие. То есть этот процесс отдал-получил. Как только начинаешь на деньги ориентироваться, тонкий мир начинает несколько иначе к нам относиться. Поверьте мне, это так. Поэтому прошу вас, будьте сфокусированы на благополучии. Благополучие не до себе, а благополучие в первую очередь другим. И да будет вам тоже благополучие. Создание защищенных резервов. Тут написано «банки, фонды». Что такое создание защищенных резервов? Сегодня инвесторы говорят, что у нас денег кур не клюет. Мы не знаем, куда деть их. Потому что останавливаются и остановились многие большие стройки как жилищных, так и промышленных объектов. Денег некуда девать. Что это значит? Это значит, что вроде бы деньги есть, они не защищены. Не дай бог, завтра что-то случится. Банки находятся в достаточно плачевном состоянии, хотя у них денег много, они переполнены. Все. Это очень, очень, я вас просто поздравляю, что мы уже здесь как бы свои определенные какие-то средства вложили и капитализировали в Экотехнопарк. У фондов та же самая проблема. Все ищут благоприятных, возможных, защищенных площадок, куда можно эти деньги реализовать. Пожалуйста. Это надо использовать. Мы это уже имеем, и это надо другим передавать. Потому что вчера в Хельсинки беседуем, женщина достаточно, ну, уже такого возраста, 70-летняя, говорит, вы знаете, казалось бы, тут пенсия, ну да, какая тут не есть в Финляндии пенсия, но у меня остаются небольшие средства. Даже не знаю, куда их положить. Вот. Потому что ничто не надежно. И я вот сейчас убедилась, слушая тут меня, еще другого товарища, значит, я убедилась, что какую-то часть я согласен сюда положить, потому что даже если что-то будет не через год, а через два, через три года, это надежнее, чем их держать сейчас в банке. Вот. Дальше. То есть создание защищенности своих резервов. Какие резервы есть, это не значит, что все надо резервы выкладывать. Есть так называемые текущие резервы, есть стратегические, есть как бы дальние резервы. Поэтому надо здесь смотреть, оперировать своими средствами и это передавать другим людям. Определить, что ставить во главу угла. И об этом я уже сказал, что во главу угла надо в первую очередь ставить благополучие не свое, а благополучие того человека. Это касается и адресных проектов, мы об этом уже говорили с вами. Что когда приходишь и говоришь, что дай мне что-то, мне нужно, то абсолютно иное отношение. А когда приходишь, нате вам, пожалуйста, информацию, мы готовы вам рассказать, мы готовы вам показать, мы готовы вам разъяснить, что несет это и что дает эта технология, где она сейчас, на какой стадии она находится. То у людей сразу открывается понимание, что пришли не просить, а пришли показывать, рассказывать, разъяснять, помочь. То есть следовать к их благополучию. А что такое благополучие этих людей, чиновников? Их благополучие то, что совершаются какие-то проекты. Конечно, многие смотрят, к сожалению, как бы коррупционно, не многие, а смотрят коррупционно. Есть такая реальность, но их становится все меньше и меньше. Люди понимают, что мир меняется. Кто не понимает, они получают по заслугам, шаг за шагом, но они это получают и получат. Это отдельный разговор, отдельная история. Поэтому я очень прошу вас, придерживайтесь, пожалуйста, вот этих всех основных таких как бы идей. Вы подумайте о них, и это даст возможность вам дальше более нормально участвовать в этом проекте. Идет седьмой этап. И поэтому для нас очень важно, как мы в нем будем находиться. Я просто повторю, что усиление всего, что мы делаем, идет через кооперацию. Я передаю информацию адекватно и достоверно. Человек, который вот это делает, каждый должен к этому так подходить. Адекватно. Это значит что? Это значит, что я передаю информацию достаточно как бы правильно и достоверно. А достоверно передать можно лишь только тогда, когда сам усваиваешь. И мы приходим к этим четырем У, о которых мы говорили в прошлый раз. Усвоение особенностей SkyWay, транспортной технологии. Умение передать существенно за 15 минут, а не разводить там, как говорила моя бабушка, антимонии. Уместная и укомплектованная информация. То есть вебинар и есть то место, где мы тоже получаем определенную информацию и с нее кристаллизуется наше представление о проекте, наши способности проект передавать и его вести дальше. Мой посыл во благо. Об этом уже говорили. Человек, когда подходит к этому, подходит так, что это мой посыл во благо. Во благо мне самому, во благо моим потомкам. Растет потенциал добра, друзья. Кооперация – это партнерство, это средство. Кооперация, партнерство – это средство усиления моего действия и усиления моего благополучия. Подумайте над этим. Кооперация и партнерство, оно дает возможность мне не рассчитывать не только на свои средства, а усиливать приток к себе средств за счет моего взаимодействия с другими людьми. Но во благо тех людей, а не себе во благо. И будет вам счастье. Строй сковей, спасай планету. Прошло 30 минут, они были неполны, дорогие друзья. Я посмотрю, что сейчас уточните, где струна в третьем варианте жесткой ферменно-струнной конструкции. Ферменно-струнной. Где струна в третьем? Так, Александр? Значит, это все вам расскажет, дорогие друзья, Алексей Дьяков в следующий раз. В третьем варианте жесткой ферменной струнной конструкции. Вы знаете, она может быть, я небольшой специалист, но могу вам сказать так, что по тому, как вы здесь написали, я понимаю, что струной может являться и сама, как бы, сам рельс может быть струной. Или так называемая, значит, квадратная, не квадратная, а прямоугольная труба, она может тоже быть струной, кстати. И вот кто увидел сегодня видеозапись, где шла речь о финском металле, кстати, о финском металле, ведь, понимаете, тут разные были письма, рассуждения, что почему не наши металлы. Да, конечно, можно сделать, но нет стабильности в поставках. А наша сертификация требует стабильных поставок и стабильного, так называемого, уровня качества. Стабильного, чтобы это было на уровне. И это поэтому сейчас пока выбрали на этом этапе финскую компанию, которая поставляет вот эту стальную трубу прямоугольную. Родион, хоть и так, все равно помогает проекту, а мысли в любом моменте можно поменять. Ну, в любой момент мысли можно поменять. Елена, да, Родион там с Родионом она ведет. Александр, ваш вопрос в понедельник рассказывает. Да, 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 есть он. Рельс – это кожух. Ну, да, это труба, рельс. Не совсем так, это есть так называемый корпус рельса, да. Есть коронка. Сейчас будут даже сертифицировать вариант без коронки, но, в принципе, должна быть коронка все равно на рельсе. На этом кожухе, так называемый, как-то его называют. Он наполняется и бетоном, и, в принципе, вот таким образом. Полностью рельсовая структура или путевая структура – это струнные элементы. Это так называемый корпус, рельсовый корпус. Вот это есть эта труба, которая идет речь в этом видеозаписи. Так, есть ли у вас еще вопросы, друзья? Я должен сейчас заканчивать уже, у меня через минуту будет связь с Финляндией. Если нету, я прошу еще раз прощения за такую нашу сегодняшнюю связь. Ну, что поделаешь. Обещаю, что мы еще вернемся к этим вопросам более, как бы, компактно и уже не в таком рваном режиме, как это получилось сегодня. Желаю вам всем успехов, удачи и до встречи в следующий раз. Будьте благоразумны, с одной стороны, будьте любознательны. Всего доброго вам и вашим близким. Строй скорей, спасай планету. Всех благ.